здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала алексей горельков с вами на проводе на связи на чем еще море в ваших мониторах сейчас я это знаю точно может быть даже в телеках что сегодня будет у нас все мы знаем что такое хот-дог это булочка с сосиской самой обычной горчицы и кетчуп это такая знаете легкая закуска а-ля фастфуд уличная еда стритфуд я хочу вознести эту еду на новый уровень а что сегодня будет сегодня я покажу как сделать рецепт булочек для хот-догов потому что в магазинах мы сна так и прифигели мягко говоря 130 рублей за 4 булки за три булки господа ну что такое за за три куска булки блин вы такие деньги просите сегодня покажу как с минимальным набором специи ингредиентов сделать офигительные молочные вот такие вот замечательные булочки для хот-догов рецепт отличается от рецепта приготовления булок например в бургерах а что дальше соус как некий мы будем делать сегодня заправочный салат коуслоу так называемый это не коуслоу это нечто похожее но очень подходящее именно к хот-догу сегодняшний спонсор у нас это компания ремит потому что в хот-догах очень важно чтобы было что это сосиска но в моем случае это будет колбаска я на лице я на канале уже делал рецепт сейчас выскочит ссылочка где я готовил колбаски показывал это очень круто когда ты делаешь их сам но иногда не хватает время и вот как раз в такие моменты приходят на помощь компания ремит от мясное производство на самом деле рассказали по сути изначально о нем мне вы в пельменях потому что вы написали что царские пельмени классные есть я попробовал действительно класс а потом они написали типа лишь давай замутим у них очень крутая линия гриль а это вот такие колбаски я хочу сказать господа что вот пацаны кто это делает они реально в тренде они реально в теме потому что они знают чего надо пихать вообще нормального в колбаске я имею ввиду что это не тупо набор специй вот например смотрите колбаски чисто обернуты в бекон уже сразу же но они должны сосиски да но они должны суд просто сразу же сразу же в рай попадать после такого что придумали с дижонской горчицы есть вы знаете что самое топовое то что я уже действительно попробовал я просто я хочу сам сделать этот рецепт мексиканские колбаски с халапеньо почему понимаете вообще вот это я понимаю ну так ну правда вот это это не просто реально специи зафигачить назад чувапчичи и продавать их за хренову тучу денег ну конечно не будем говорить о ком мы говорим в общем сегодня мы задействуем два разных две разные вида колбасы ссылка на римит в описании ребята делают очень много всего действительно очень хорошая качественная продукция вы знаете толкать какое-то не очень я вам не буду все проверено начнем с приготовления булочек для хот-догов для начала нам понадобится 150 миллилитров молока я взял 3 5 процента и нам понадобятся быстро действующие дрожжи где-то здесь 11 грамм молоко предварительно мы немножко подогреваем в микроволновке чтобы оно было теплое тогда дрожжи будут быстрее работать у меня температура сейчас молока где-то около 37 38 градусов засыпаем сюда дрожжи все перемешиваем между собой и ждем минут 10 до появления характерной пены прошло порядка 15 минут пена появилась такая пенная шапка фактически как на пиве но это не пиво естественно а понадобится где-то 250 260 грамм муки добавляем ее через просеиватель в центре делаем лунку вот такую вот куда мы сейчас засыпем с вами а с нужные ингредиенты скажем так что это за ингредиенты это где-то 200 короче пол чайной ложки соли молоко с дрожжами заливаем сюда и одно куриное яйцо также идет у нас с вами сюда далее все между собой равномерно перемешиваем после того как мы немного все перемешали нужно будет добавить одну столовую ложку обычного масла и все теперь мы начинаем по стандарту все вымешивать руками естественно приводить к однородному к народной консистенции я решил немножко показать как все я это делаю вдруг кто-то просто не видел вот такими вот движениями тесто любит чтобы его вот прям вот вот так вот пожали пожмыхали опять новые слова появляются но в итоге на это у меня сейчас уйдет где-то минут 5 эта процедура у меня заняла где-то минут 5-7 вымесите хорошенечко все это и вот в такой вот форме у нас все это получилось что делаем дальше берем удобную миссаньку как обычно скажу и вы знаете в идеале добавить немножко масла вниз потому что вы понимаете если мы его не добавим потом просто сложно будет отсюда его достать а я вот так сейчас аккуратно все промазал и потом он выскочит отсюда как я не знаю что все кладем кладем эту красотулечку сюда берем любое полотенце вот так вот заставляем и убираем в теплое место главное чтобы не было сквозняков то есть я поставлю вообще чуть ближе к батарее и через 30 минут уже можно будет продолжать работать с тестом ну а пока суда дела мы с вами приготовим салат кауслоу ну типа салат кауслоу на самом деле такой нечто некая заправка салатная тоже очень вкусная похожая на салат кауслоу для данного салата заправки для хот-дога нам понадобится одна морковушка вот такая вообще обожаю морковку натах ты как вообще зубов нет вот сейчас вы ребятам такой портрет твой вырез так ладно что мы делаем мы еще с вами удобно нарежем для того чтобы воспользоваться вот таким вот приспособлением которое называется терка и на крупной терке натираем повторюсь еще раз я буду использовать одну морковь морковь отправляем в удобную миску где мы сейчас с вами будем замешивать всю эту красоту смотрите что у нас идет дальше по идее по уму кауслоу делается с белокочанной капустой вот именно мне кажется это единственное изменение которое сделал потому что пекинская капуста бы на так классная же согласись она прям салатная вы знаете она такая очень свежая белокочанный на мой взгляд она больше жесткая грубая грубиянка а что мы делаем с вами как это все подготовить по-моему где-то я даже уже какой-то салат по у меня делал хрустящий я показывал чем делается несложно я взял не самый большой кусок делаем вот такие вот надрезы штук где-то 4 может 5 и все начинаем вот так вот шинковать ее в общем я прикинул что все-таки половины капусты хватит то есть это где-то у меня ушло 200 грамм что дальше все погнали это 4 столовые ложки сметаны я взял 15 процент идет майонез где-то две-три столовые ложки если любите мазик добавьте 3 я добавлю я 3 добавлю я мазик тоже люблю кого и обманываю понадобится одна столовая ложка уксуса возьмите яблочный сколько он там процентов 6 наверное одна столовая ложка не больше свежемолотый перец также для придания пикантности я хочу добавить немного табаско я возьму лайтовенький буквально пару капель также добавляем свежемолотую соль свежемолотая соль это очень круто обычная соль по вкусу я добавлю где-то щепоток 5 но это смотрите сами а также одна столовая ложка сахара прям не жалеете вот сахар здесь нужно осталось все это между собой перемешать равномерно единственное что хочется посоветовать это разумеется вот прям в идеале это попробуйте что получилось на мой взгляд все шикарно но есть одно но я добавлю немножко еще табаско потому что мне нравится к немножко жгучесть есть в этом тем более для хот-дога делается это не самая наташ мощная табаско поэтому ой слушай тут не надо включать просто гангстера у нас есть уже в ютубе гангстер все салат отставляем в сторонку можете пока его поставить например в холодильник он очень вкусный возьмите себе на заметку как знаете такое дополнение например к мясу к шашуку опять же да как обычно но правда он свежий очень вкусный и отличный и как вот заправка для хот-догов такая некая свежесть будет вот как тут соус это по сути соус это будет замечательно тесто у нас уже подошло к тому чтобы им заняться дальше давайте приступим вот такой вот шарик в итоге у нас пути цвет видите я достал его ничего не прилипло все замечательно вот наш шарик будем сейчас с ним работать как вы знаете что я страдаю небольшим гигантизмом ну нравится мне вот делать чтобы было все это побольше поэтому вот эту плюху я разделю на 4 части добавляем немного муки чтобы у нас все это не прилипло берем кусок эту операцию нужно будет 4 раза соответственно что мы делаем убираем объем и вот такими движениями мы с вами формируем саму вот эту вот баночку можно круговыми движениями это сделать как вас в общем фантазии хватает так и делаем противень застилаем пергаментную бумагу и вот так аккуратно выкладываем в общем то вот такая картинка у меня получилось ну может быть они конечно не самые красивые но я делаю ставку что выглядит очень даже неплохо теперь мы с вами закрываем это полотенцем оставляем просто в теплом месте минут на 20-30 сейчас тесто опять еще раз взойдет прошло где-то 20-25 минут булочки поднялись что теперь делаем обязательно должна быть разогретая духовка до 200 градусов ну прям вот разогретая разогретая обогрев включаем верха и низа и оставляем ну у каждого по-своему где-то от 12 до 15 минут вот увидите что они уже такие золотистые стали значит можно выключать собственно когда они будут готовы мы их достаем оставляем закрываем полотенцем желательно влажным при этом верх будет очень такой мягкий прям то что нужно но мы с вами встретимся уже у гриля я расскажу как чего будем готовить дальше вот и пришло время пожарить колбаски от компании римит ребята от себя скажу честно мне очень понравились с халапешкой я собственных и взял и я не пробовал еще с беконом мне очень зашли колбаски имейте ввиду базилик что-то вот с чем-то там да такое вот а что же там было базилик с вялеными томатами то есть я еще раз объясняю если вы следите за каналом вы знаете каково это сложно сделать вяленые томаты здесь они тоже сделали добавить туда действительно реально вяленый вкус то есть люди запариваются мне очень нравится короче я решил задействовать с халапешкой так как я люблю острые с беконом посмотреть как то все получится сосиски так называемые барбекю по приготовлению я буду использовать не прямой метод прожаривания а по поводу приготовления колбасок многие говорят что их нужно протыкать иголкой но мы с наташей в том году выяснили что в этом нет никакой необходимости ничего у нас там не трескается они прожариваются равномерно поэтому с этим проблем никаких быть не может по приготовлению ну где-то минут наверное при непрямом 10-15 если при прямом на решетке делаете смотрите до готовности но я думаю минут семь тоже так как есть возможность сделать на гриле поэтому мы делаем это на гриле вообще на мангале в легкую и уже будем сейчас собирать сушки я сейчас зашел на студию по вот просто заходишь и пахнет французской булкой булки обалденно пахнут многие могут спросить типа да про что же купить их магазине нифига подобного домашние вот такие булочки это стоящая вещь ответственный момент сбор всего хот-дога почему здесь называется горячая собака в чем-то связано уже какой-то случай был неудачный вот она бы сушки вы знаете я подумал что я психанул а если так-то разобраться нормально все сделал что мы делаем с вами мы делаем надрез открываем открываем так нет что-то надрез не совсем до конца сушки как она пахнет это просто офигенно то есть делаем вот такую вот лодочку берем салат и вот так вот его аккуратненько распространяем не очень много но чтобы он был это все будет хрустеть вы же понимаете что это же капустка это же морковушка это же все замечательно еще немножко остренько но борщить с этим не надо дальше я задействую маринованный огурец можно использовать соленый я люблю чтобы он был таких вот хот-догах сколько добавлять смотрите смотрите сами если любите сейчас очень часто магазинах продают что-то я по-моему перебарщиваю сейчас магазинах очень часто продают огурцы там с примесью с жгучим перцем например вот вообще в легкую просто в легкую можно использовать но я все-таки решил для эпичности положить сосиску эту с беконом она просто очень красиво смотрится вот так мы туда придавливаем но это не все а недавно на канале был рецепт моцареллы я подумал что куда ее девать то что она есть и мы теперь вот так вот с вами ее прокладываем и буквально еще на гриль пока он растопится сколько же пройдет время то да я не знаю минуточек пять наверное но это выглядит уже катастрофически вкусно и так как этот хот-дог я делаю для себя я добавлю соуса шри рача ну некоторые называют сри рача ну не знаю как-то сри рача не очень вот такого количества добавлю а и на гриль самое время чтобы все это попробовать короче я не знаю как это описать ребят в совокупности запах невероятный ты понимаешь что пахнет свежей выпечкой ты понимаешь что пахнет годный колбаской пахнет моцареллы господи и кажется я сейчас просто умру в экстазе ладно давайте попробуем наконец-то это все очень сочно поэтому я рекомендую вам использовать салфетку либо знаете бывает в пергаментную бумагу складывают так аккуратно типа это красиво да на самом деле для того чтобы все не вытекло давайте попробуем пришло время немного все подытожить я не знаю чего тут и тоже я на самом деле уже по-моему пока делал рецепт надо да я уже все рассказал ребят вот зацикли здесь на таких булках потому что они сделаны на молоке они вот с таким вот молочным привкусом я считаю что вот ход долгах они должны быть именно такие бургеры я делаю немножко по-другому обязательно сделаю рецепт покажу вам его тоже салатик каус лоу салатик не нужно салатик салат мужской салат делайте он очень такой свежий при этом в хрусточку вот именно в хот-доге такой должен быть ну и разумеется это колбаски тут там уже смейте сами я моцареллу добавил можете добавить любого вашего любимого сыра главное до запеките все это либо в духовке вы будете готовить либо вот на гриле я это сделал чтобы естественно сыр тянулся как надо наташ уже просто мне так топоры кидала но естественно спасибо огромное сегодняшнему нашему спонсору эта компания римит от души вот прямо правда души контора офигенная очень много чего делают я кстати говоря могу сказать что я еще брал салями от них под копченые в нарезке прямо все все текут слюни надо короче я уже не хочу все все я хочу есть ребята римит спасибо огромное ссылка на них будет в описании ну а с вами был как всегда алексей горельков подписка на основной канал на лайв канал ссылка на группу вконтакте будет в описании до вкусных встреч пока я доедаю а я доедаю